В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, ее ведущий, Александр Гурарье. И на связи с нашей студией из России политолог, специалист по Афганистану и Пакистану Андрей Сиренко, корреспондент, сотрудник независимой газеты. Андрей, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Как всегда мы с вами говорим о событиях, о проблемах, которые происходят в Афганистане, Пакистане и, так сказать, вдоль границ. Но сегодня я бы хотел перекинуть, так сказать, мяч на поле самой актуальной новости, которая происходит в ЭЧС, вот так, когда мы с вами беседуем. Это встреча Байден-Путин. И те аспекты, которые, аспекты взаимоотношений между Россией, Соединенными Штатами и проблемами Афганистана и Пакистана, которые они должны были обсуждать и продолжают, может быть, обсуждать на этой встрече, подробности которой еще будут, так сказать, дозированно выдаваться впоследствии. А почему, первый вопрос мой следующий, почему возникла необходимость, чтобы два лидера, которые, так сказать, очень давно не общались, и у которых накопилось довольно приличное количество неотложных срочных дел, будут обсуждать или уже обсуждили проблемы Афганистана? Ну, безусловно, афганская тема, там одна из повестки, да, включенных, то есть там много всякого, и там и Сирия, и Ливия, и Турция, и, естественно, двухсторонние отношения в большей степени будут на повестке дня, но Афганистан важен для Америки, он важен для президента Байдена, для его курса, который он сегодня реализует в регионе, и уходящие американские нациские войска из Афганистана это важная веха в истории американской дипломатии, в большой американской политике, поэтому, конечно, тема больше даже актуальна на текущий момент, она больше актуальна для американской стороны, чем для российской, скажем так, российская актуальность наступит чуть позже, когда американцы уйдут, и когда вся головная боль в Афганистане и вокруг него, она упадет на страны региона, и, соответственно, на Москву тоже, а вот сейчас это тот самый счастливый пока для Москвы месяц, когда, или этот период, да, когда, пока это все еще головная боль американцев, поэтому логично, что для США это важный вопрос, они бы хотели проговорить с Москвой, я думаю, на несколько важных сюжетов, а некоторых из них я сегодня написал в независимой газете, думаю, что это не единственная повестка, которая могла бы звучать, это не значит, что именно эти вопросы они будут обсуждать, Путин и Байден, да, но я думаю, что с высокой степенью вероятности они были бы интересны американской стороне, да и российской тоже, поэтому ассортимент, что называется, этой повестки может быть гораздо шире, чем вот сегодня я написал эти три вопроса основные, которые, на мой взгляд, могли бы быть, составить, скажем так, афганский кейс женевской встречи Путина и Байдена, но на самом деле, думаю, что возможно... А что за вопросы? Ну, первый сюжет, это связанный с необходимостью совместного солидарного давления на Талибан и Пакистан, с целью принуждения их все-таки к компромиссу с официальным Кабулом и, соответственно, какое-то содействие мирного, приближение процесса какого-то мирного или относительно мирного урегулирования, по крайней мере, снижение насилия в этой стране и, может быть, какого-то даже там, пунктирного локального перемирия. Второе, это возможное, на мой взгляд, важное для американцев после ухода войск из Афганистана важная задача снабжения афганских сил безопасности необходимыми ресурсами, вооружениями, боеприпасами, поскольку американцы на то все заявили и неоднократно о том, что они не бросят афганское правительство, не бросят афганскую армию, соответственно, нужно будет все это добро, все это хозяйство каким-то образом в Афганистан перебрасывать. Афганистан находится в окружении далеко не самых дружных Америки и государств. И, соответственно, коридор возможностей, транспортный коридор возможностей, в буквальном прямом смысле этого слова, очень узок. Скорее всего, он может проходить только через страны Центральной Азии, Турцию, Азербайджан, Каспийский регион, то есть, так называемая северная распределительная сеть поставок, которая уже действовала на протяжении 15 лет во время нахождения западного контингента в Афганистане. То есть, именно по таким маршрутам перебрасывались живая сила, снаряжение, необходимые вещи для изделия, необходимые для американских натовских войск в Афганистане. У этого, кстати, коридора было, так скажем так, российское плечо. То есть, это железнодорожный маршрут, который там из стран Прибалтики, из одной из прибалтийских стран, потом через Ульяновск, через территорию России, через Ульяновск уходил дальше на юг, в Центральную Азию. Так что, скажем, у России и Америки есть опыт такого взаимодействия, то есть, поддержание такой транзитной логистической цепочки, которая могла бы обеспечить афганской правительству, афганских силовиков необходимыми для них ресурсами. Точнее, начиная от боеприпасов и неуправляемых ракет для самолетов и вертолетов до авиационного топлива. Ну и третья повестка, я думаю, что третий вопрос повестки, который, на мой взгляд, может быть, даже не менее важен, а если не более важен, может быть, под номером один бы его стоило поставить, это вопрос сохранения агентурной сети американской разведки в Афганистане. Поскольку силы США и НАТО уходят из Афганистана, у них объективно снижается уровень контроля над этой стороной, над ситуацией в регионе, снижается уровень информационной разведывательной работы, потому что, ну просто, из-за того, что они уже не смогут присутствовать в таком объеме и так тотально, как они присутствовали, например, последние 20 лет. Соответственно, возникает и повышается значимость вот этой работы, шпионской работы, разведывательной, информационной работы, для того, чтобы можно было отслеживать передвижение террористов, планы возможно их работать на упреждение, потому что, ну очевидно, что как только американцы уйдут, в Афганистане оживится всякая, всякого рода сволочь джихадистская, в том числе и боевики Аль-Каиды, Исламского государства и других террористических групп, которые на самом деле не отказались от планов нанесения ударов по неверным, по каферам, по крестоносцам иудеям, как они называют, всех, кто не разделяет их подходы. И, соответственно, атаковать они могут не только там, вряд ли повторится в ближайшее время атака на Нью-Йорк 11 сентября, да, но на самом деле возможности для атак на американские или западные посольства в самых разных странах региона, на граждан этих стран, они более чем вероятны. Я думаю, что важная работа разведки, в данном случае развед сетей, будет заключаться в том, чтобы своевременно выявлять такого рода устремления, их планы, их объекты для нападений и так далее. Поэтому, безусловно, сохранить эту шпионскую агентскую сеть американцев и натовцев, которая была создана за 20 лет в Афганистане, очень важно. И очевидно, что именно по этой причине те же талибы, их кураторы из пакистанской разведки, они, я думаю, предпримут самые возможные и самые жестокие усилия для того, чтобы максимально вычистить эту агентуру, американскую агентуру, как только штаты и натовцы уйдут из Афганистана. Поэтому сегодня проблема сохранения вот этих источников информации в Афганистане и в Северном Пакистане, то есть в зоне Афгана-Пакистанского пригранища, я думаю, задача номер один для Америки и ее союзников в Европе. Потому что только вот эти люди, вот эти сотни, может быть, тысячи агентов, которые будут рисковать своей жизнью и будут снабжать информацией службы безопасности Соединенных Штатов и стран НАТО, зависит значительно степень безопасности этих государств и граждан. Андрей, а правильно ли я вас понимаю, что вот из вашего, так сказать, рассуждения, из вашего объяснения складывается впечатление, что Россия и Соединенные Штаты в данном случае выступают как союзники, то есть по Афганистану их интересы как бы довольно плотно смыкаются. То есть Россия тоже поддерживает законное правительство Афганистана и, так сказать, вот эти действия могут быть произведены вместе все. Я с вами соглашусь, потому что, на самом деле, на мой взгляд, сегодня афганская проблематика или около афганская проблематика, это одна из немногих точек, на которые позиции России и США могут быть максимально близки. Конечно, не полностью совпадать, это невозможно даже между тесными союзниками, но вот они максимально близки вокруг афганской антитеррористической проблематики, на мой взгляд, просто безусловно. И, конечно, там у России есть свои сложности в общении с афганским правительством. Я считаю, что на самом деле Москва сегодня недостаточно активно взаимодействует с официальным афганским правительством, с президентом Ашафом Гани, недостаточно активно помогает афганским силовикам. И это заблуждение, за которое, наверное, Россия будет еще расплачиваться. Но я надеюсь на то, что коррективы все-таки в московской политике в отношении Афганистана произойдут, и содействие афганскому правительству и афганским силовикам со стороны Москвы будет только усиливаться, нарастать и приобретать более организованный конструктивный характер. Но однозначно то, чего не хочет Москва, это прихода талибов к власти в их нынешнем виде, безусловно, и тем более возрождение Талибского Эмирата, Исламского Эмирата, так называемого. По сути дела, это второй переизданный рерайт исламского государства, которое, на самом деле, уже печально зарекомендовалось себя в Сирии и в Ираке. Да, но это не просто рерайтинг, это не просто реинкарнация исламского государства, но и последние действия, которые в последнее время предпринимает Талибан, то есть они начинают, если так можно выразить, вмешиваться не в свои дела, то есть они вмешивались и активно, по крайней мере, риторически, пока что не физически комментировали армяно-азебраджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, причем выступали с довольно резкими угрозами в адрес армян, они вмешиваются в ситуацию в Сирии, то есть они серьезно рассматривают себя как наследников исламского государства и как силу, которая способна влиять не только внутри Афганистана, но и вокруг, причем на достаточном отдалении от Афганистана. Скажу так, Талибский Манхадж, или их методология, как они называются, она отличается от Манхаджа ИГИЛ, исламского государства, отличается в некоторых не очень существенных моментах, скорее бы я здесь назвал, это не столько спор между некими принципиальными теориями или доктринами, это спор между Кока-Колой и Пипсиковой, и сродни вот этому конфликту, то есть борьба за рынок, скорее не столько идеологический, не некий доктринальный спор, сколько борьба за рынок, за террористический джихадистский рынок глобальный. И сегодня, конечно, Талибан в этом смысле оказывается победителем, потому что ИГИЛ сегодня размазан тонким слоем по разным анклавам в Африке, на Ближнем Востоке, немножко в Афганистане и Пакистане, в Кашмире, а вот Талибан, как концентрированная политическая джихадистская сила, сегодня существует в афганно-пакистанском пригранище и пользуется поддержкой пакистанских спецслужб и активно пытается восстановить Исламский Эмират, фактически, Исламское государство в центральной и в Южной Азии. И я только добавлю, что на самом деле, безусловно, эти намерения Талибов, они должны настораживать, я думаю, настораживают Россию сегодня как-то страны региона. Только добавлю еще, Александр, интересный момент. В 2000 году, когда началась вторая чеченская кампания, и Владимир Путин, тогда президент России, только-только заступивший на свой президентский срок, начал активную войну с чеченскими террористами и джихадистами Аль-Каиды, которые окопались на Северном Кавказе, и начал вторую чеченскую войну, тогда Талибан официально объявил войну России. Была опубликована официальная декларация и заявление талибских шейхов о том, что в их официальной талибской газете, которая называлась, по-моему, Шариат, это было прямое объявление войны России. Так вот, я вам скажу, что за 20 лет, которые прошли с тех пор, Талибан никакого мира с Россией не подписывал формально. То есть, объявление войны было, а никаких деклараций о примирении или какого-то мирного договора, условно говоря, со стороны талибов, предложено России, не было. И что интересно, Россия сама такого договора не требовала. Формально сегодня Россия и Талибан 20 лет находятся в состоянии войны. Поэтому очень забавно. И при этом талибы приезжают в Москву, там целуются, обнимаются с руководством Министерства иностранных дел. Да, да, да. И при этом фактически они находятся в состоянии войны с Россией. Удивительно, что российские дипломаты, которые достаточно чутки должны быть такого рода нюансом правовым и политическим, они каким-то странным образом вот эту тему не поднимают. И вместо того, чтобы, значит, какую-то, какие-то, как-то закрытие называется, это гешталь 2000 года, они деликатно об этом стеснительно умалчивают. Я думаю, что это, конечно, неправильная позиция. Ведомство господина Лаврова здесь явно недорабатывает. И на самом деле формально Россия, которая сегодня вправе опасаться усиления талибов в Афганистане и в регионе Центральной Азии, должна помнить об этом факте, на мой взгляд, о том, что она до сих пор формально находится в состоянии войны с талибами. Так что поэтому это еще одна почва для сближения, я думаю... Кстати, американцы, которые воевали с талибами 20 лет, они мирный договор с ними подписали в ДОХе. А вот Россия, которая воевала со союзниками талибанов на Северном Кавказе, такого мирного договора до сих пор не имеет. Андрей, а вот если перекинуться в Сирию, там просто... То есть Сирия настолько как бы все-таки далеко от Афганистана, ну, по крайней мере, не граничит с Афганистаном. И вот они лезут как бы и туда, пытаются, так сказать... Это, наверное, чисто более, скажем так, престижный вопрос престижа, что вот мы еще и в Афганистане, и в Сирии мы тоже как бы высказываем свое мнение. Там они напрямую как бы высказывают и пытаются действовать уже против России. Александр, они действуют активно и в смысле в сфере риторики в отношении Палестины. Талибы сделали также заявление по отношению, вот, когда был конфликт, обострение ситуации. Это как раз не удивляет, тут как бы все понятно. Это тоже борьба за рынок, это тоже борьба за рынок джихады, борьба за радикальную исламскую молодежь, потому что если ты хочешь, значит, вот на этом рынке, что называется, устаканиться, занять господствующие позиции, ты должен... И ты стремишься именно к глобальному, именно к глобальному позиционированию, не региональному, не провинциальному, не такому к хуторскому джихаду в Афганистане, да? А ты стремишься к глобальному джихаду, а талибан явно это демонстрирует, тем самым опровергая заявление того же Замира Кабулова, который уверял, что талибам ничего не нужно за пределами Афганистана. Если им было ничего не нужно за пределами Афганистана, они бы не влезали бы в дела палестинцев, израильтян, сирийцев и так далее. Не влезали бы... Не поддержали бы русскоязычную пропагандистскую службу, которая работает и закрывает значительную часть аудитории молодых мусульман постсоветского пространства. Так что это, что называется, сказка про белого бычка и лапша на уши, которой верить уже нельзя. Поэтому в этом смысле спецпредставитель России по Афганистану врет на самом деле, когда такого рода заявление делает. И я думаю, что удивительно только, почему до сих пор российское руководство терпит такого рода дезинформацию со стороны крупного чиновника. Но это, как говорится, одна из кремлевских загадок многочисленных в нашей стране. Но я думаю, что на самом деле сегодня Талибан, который активно пытается стать доминирующей силой на глобальном джихадистском рынке, он, безусловно, будет сегодня использовать самые разного рода сюжеты, имеющие самые отдаленные отношения к Афганистану, для того, чтобы напоминать о себе, демонстрировать свою глобальность, свою политическую мощь, с которой считаются, по мнению талибских пропагандистов, не только в регионе, но и во всем мире. И я считаю, что усиление, конечно, вот этого джихадистского движения, безусловно, долгосрочный вызов не только для стран региона, которые граничат с Афганистаном, но и для дальних соседей. И не только для России, кстати говоря. Андрей, мне хочется только пожелать успехов Путину и Байдену. Я понимаю, что у них очень широкий спектр вопросов, и вряд ли они по всем вопросам, так сказать, найдут консенсус и договорятся. Мне очень хотелось бы, в свете нашего с вами разговора, чтобы вот по вопросу Афганистана, как вы правильно сказали, это, пожалуй, единственная, так сказать, сфера, в которой Россия и Соединенные Штаты выступают в качестве союзников, и интересы их во многом там совпадают. То есть, может быть, хотя бы по этой теме они договорятся, и, так сказать, талибам немножечко подрежут крылья. А лучше... Ядерной войны все равно не будет. А вот шахиды-смертники, они, к сожалению, в разных... В том-то и дело, поэтому... В смысле, опираясь на талибскую, аль-кайдовскую, джихадистскую мифологию. Поэтому, конечно, вопросы с ядерными ракетами надо решать и считать, и подсчитывать, да и ограничивать. Но все-таки вот это... Используя терминологию тех же джихадистов, сами джихадисты для нас, для всех, это ближний враг. С ним надо сначала разбираться. Да, это ближнее ядерное оружие, которое, в принципе, они, так сказать, опускают в ход. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы беседовали со специалистом по Афганистану и Пакистану, журналистом независимой газеты Андреем Серенко, который был на связи с нашей студией из России, из Волгограда. Спасибо большое, Андрей. Всего доброго. А наша программа продолжается.